В вооруженных силах России продолжается масштабная проверка боеготовности. Накануне были подняты по тревоге новые подразделения. Общее число задействованного личного состава доведено до 80 тысяч человек. А количество авиационной техники возросло до 220 единиц. О том, какие задачи поставили перед военными, в нашем репортаже. Над Баренцевым морем группа кораблей ищет подводные лодки условного противника. С воздуха помогает авиация. Задача для военных не только найти, но и обезвредить. Во главе четверки адмирал Левченко, большой противолодочный корабль Северного флота. Помогают миноносец и два малых корабля. По легенде, в акватории обнаружила себя иностранная подводная лодка. Задача ее найти и, как говорят военные, принудить к всплытию. Все три дня, что противолодочная группа в море, корабли проверяют по их прямому назначению, то есть поиску подлодок. В этот раз задача усложнилась. Группу атаковали с воздуха. Для того, чтобы уйти от преследования, пришлось выпустить радиолокационное облако. Но прежде показать все, на что способны. Эти корабли могут не только исследовать морские глубины, но и эффективно атаковать и обороняться. Ракета комплекса «Кинжал» даже издалека впечатляет. Четверка во главе с адмиралом Левченко для этих учений во многом показательная. Ставили задачу выработать взаимодействие различных родов войск «Пожалуйста». Подлодки изображают реальные цели, самолеты сбрасывают условные, корабли их ищут. А уж внезапность этой проверки экипаж корабля ощутил на себе как никто. Карабль, на котором мы сейчас находимся, и соседний корабль нашего отряда, корабли первого ранга, были в состоянии навигационного ремонта. В течение двух суток были собраны агрегаты, механизмы, которые подвергались ремонту силами личного состава. Корабли вышли в море и выполнили все боевые упражнения согласно своего предназначения. Учения Северного флота стали неожиданностью не только для российских военных. Норвегия, рассказывают командиры, за ходом учений в Баренцевом море и на Кольском полуострове следит очень пристально. Самолеты и корабли не раз были замечены вблизи границы. Анна Левадни, Андрей Перфильев, 5 канал.